А теперь практические задачки. Сейчас я хотел бы попросить, чтобы участвовали в решении этих практических задач. Те из вас, кто до сих пор молчали. Вот у нас в аудитории наметилась такая вещь. Там есть 3-4 человека, которые говорят, когда спросишь обычно, и когда-то не спросишь, тоже говорят. Это нормально. Но мне бы хотелось предложить поучаствовать сейчас и всем остальным. И для этого мы сделаем такую вещь. Мне нужен один доброволец, который никогда еще на этих лекциях не говорил ничего, кроме того, что вы представились и рассказали о своей любимой книге Библии. Для того, чтобы с вами побеседовать. Кто будет таким добровольцем? Встаньте, пожалуйста. Потом сядьте, чтобы вас увидели все. Никита. Его сделали добровольцем. Никита. Никита, давайте. Ну все остальные вам помогут. Встаньте, покажитесь нам всем. Чтобы показать, что вы согласны стать добровольцем. Спасибо большое, Никита. Да. Итак. Я мормон, Никита. Я мормон. Вы поняли, да? Вы слышали когда-нибудь, кто такой мормон? Ну да. Ну да. Вот. Я сейчас вам что-то такое буду рассказывать. А вы постарайтесь на основе того, о чем мы с вами сегодня говорили, а в основном, да, может быть, что-то еще, если вам что-то понадобится. Вот. Постарайтесь поддерживать со мной разговор и как-то меня направить. Потому что то, что я вам буду сейчас высказывать, ну, противоречит, реально противоречит тому, о чем мы с вами говорили сегодня. Ну вот, Никита, мы с вами давайте попробуем побеседовать. Никита, скажите, а вы читали какую-нибудь книгу мормона? Нет. Никита, я просто вам очень сочувствую на самом деле, но этому горе легко помочь. Вот. Я хочу вас пригласить на библейское собрание, на библейские встречи. У нас бывают там дома. Вот. Приходят наши миссионеры, друзья американские. Кстати, очень интересные люди. У них там такая хорошая семья. Вот. Вообще, увидите, как вам молодежи жить надо. Вообще-то действительно здорово. Здорово. Вот. Ну и вы там будете изучать Библию и книгу мормона. А Библию вообще читали? Ну да, читал. Ой, вообще, Никита, вы молодец. Вот удивительно. Большинство людей Библии не читают. Вот. Но вы просто поймите, пожалуйста, что если вы к нам придете, ну, во-первых, вам покажут книгу мормона, вам это очень важно. Вот. А во-вторых, вам эти миссионеры покажут, как по-настоящему нужно читать Библию. Потому что, ну, Никита, ну, понимаете, что если вы куда-то не туда попадете, не туда попадете, ну, всех кого-нибудь, да? Вот, вас уведут с истинного пути. Вот в среду к нам приходите, пожалуйста, Библию изучать с нами. Как вы пойдете? Ну да, спасибо. Мне очень интересно. Конечно, приду, послушаю. Нет, послушайте. Хорошо. Мы тоже вас послушаем. Вот. Ну, просто вот понимаете, какая вещь, Никит? Вы Библию читаете? Вы там что-нибудь понимаете вообще? Ну да, понимаю. Ну, это у вас гордыня, Никита вас говорит. Да, Никит, потому что... Понимаете, какая вещь? Помните, может быть, вы читали Библию, там был такой евнух, который говорит, как я пойму, если меня никто не объяснит. Вот вы придете, вам объяснят, потому что вот вы поймете, вы сейчас не понимаете Библию, Никита. А вот мы вам объясним все. Очень интересно. И вы пойдете и будет вам объяснять. Как вы думаете, Никита, вот то, что я сказал, вы сами по себе Библию не понимаете, есть смысл? Ну, может быть, в реальной беседе, кстати, и нет смысла возражать, потому что не услышат. Вот. Но само это утверждение, вы сами без посторонней помощи или без помощи конкретно мормонского миссионера или миссионера-свидетеля Иеговы, там ничего не поймете. Что на это можно ответить? Ну, то, что я приду не один. Ух ты! А кого возьмете, Никита? Это большой секрет. Нет, ну, я предприниматель и возьму с собой человека, который... Вадима возьму. Вадима возьмет? Да, Вадима старший, более опытнее, более знает Библию. Который... Да, и пусть Вадим бьется с тем мормонским миссионером, а я посмотрю и поучусь. Он забьет его. Он забьет его. Он забьет его. Забьет его. Да. Значит... Да. Смотрите, из чего исходит... Из чего исходит... Из чего исходит эта точка зрения, да? Она исходит из того, что я маленький и неопытный, мне нужен обязательно какой-то руководитель, вот мы такого руководителя тебе дадим, соответственно, он, значит, тебя научит. Вы говорите, а я приведу своего руководителя. И мой руководитель лучше твоего руководителя. А может, как-то по-другому это решить вопрос? Ну, можно пригласить тоже на группу. Да, можно пригласить себе. Допустим, я могу вас пригласить на группу, которая у нас бывает по четвергам вечером на первом этаже. Ага. А вы книгу «Мормон» там читаете? Ага. А вы там книгу «Мормона» читаете? Нет. Ой, ну тогда я обязательно приду, я вам там ее почитаю, хорошо? Ой, классно. 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 Значит, смотрите, это получается. Встречаются люди с несколько разными взглядами. Один человек говорит, да, я могу читать Библию и разбираться, мне нужна будет помощь других людей, но в принципе Бог хочет, чтобы я учился сам работать с библейским текстом. Другой говорит, ну а что я там могу вычитать? Что я там могу прочитать? Вот я должен обязательно прибегать к помощи миссионера, к помощи наставника. Вот эта помощь наставника, насколько она нужна? И как вы, с одной стороны, как помочь человеку, который слишком рубок и не читает сам? А с другой стороны, как одернуть человека, который не нуждается в никаких наставниках? Вот сейчас уже не к Никите, а вопрос ко всем. Ну, преимущество у тех, кто еще не выступал. Как помочь человеку, который слишком робок, говорит, я не читаю, ну, я приду, вот вы мне в церковь объясните или на группе в четверг объясните? Пожалуйста, кто хочет. Я думаю, помочь можно, это совместно пригласить его на разбор Слова Божьего, на группу по разбору Библии. Знаете, когда это хорошо тоже? Когда вы на этой группе учите человека разбирать самостоятельно? Ну да. У нас это происходит следующим образом, допустим, вот у Виктора Алексеевича Голодского. Читает каждый присутствующий, читает по два стиха там или по три и старается толковать. А потом общее как бы обсуждение и правильное толкование. А правильное толкование это что? Ну, это которые научные, мы смотрим там, берем толкование Баркли, берем толкование, это историческое Баркли, толкование МакАртура. И сопоставляетесь. Кстати говоря, даже при том, что, допустим, те же с тем Баркли и МакАртур совершенно необязательно согласны друг с другом. Ну естественно. Да, то есть получается несколько комментаторов и каждый из них маститый комментатор. Вот, и они не соглашаются. И вот эта вот, понимаете, идея мериться мускулами. Я приведу своего папу, ты приведи своего папу. Да, и пусть они померятся мускулами. Это не совсем, наверное, подходящая идея. Нам, скорее, нужно приучать людей читать Священное Писание и читать комментарии самостоятельно. А во многих, в частности, сектах получается по-другому. Человеку говорят, вот ты будешь читать Священное Писание, но ты его будешь истолковывать только так, как мы тебя научим. Да, в этом самостоятельном чтении есть определенная опасность, причем серьезная опасность. Человек может прийти не к тому, скажем, не к здравому толкованию. Но давайте помнить и давайте будем правильно оценивать роль Духа Святого. Понимаете, если бы это мы сами все делали, это одно. Но в нас работает Дух Святой и он не допустит нам прийти к неправильному толкованию Библии. И мне нужен сейчас еще один доброволец и тоже человек, который еще активно не участвовал. Тут Никиту сделали добровольцем. Кого еще сделали добровольцем? Собственно, добровольцев пока нету. Есть жертвы. Есть жертвы. Ну, давайте, пожалуйста. Кто? Вадим. Вадим. Очень хорошо. Вадим. Не, мне главное, чтобы жертвы дали, да. А вы потом между собой разбирайтесь сами. Главное, чтобы добровольно. Да, совершенно. Вот. Итак, Вадим, вы руководитель богословской семинарии. Или пастор церкви. И вы, значит, я к вам прихожу, я один из ваших студентов. И говорю вам, Вадим, вы знаете, я решил уйти из вашей семинарии. Какой-нибудь вопрос зададите, нет, Вадим? Уйти? Уйти, да. Я отсюда ухожу. Совсем слава Богу. Да. Да, это зависит от того, как и все. Совсем. Если это ничего не будет. Совсем. Ну, иди, да. Иди, дорогой. Давно пора. Не спросите, почему? Что послужило вам, значит, принять такое решение? Вы знаете, Вадим, я читал Библию и понял, что вы все тут вообще не своим делом занимаетесь, а потому что… Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com В нас живет Дух Святой, да, в христианах? И Иоанн в своем первом послании пишет, нам теперь нет нужды, чтобы нас кто-то учил. Во мне Дух Святой живет. Вы меня тут учили-учили, два года учили, но замучили окончательно. Вот я прочитал это место Священного Писания, и Бог меня освободил. Так что, Вадим, я от вас ухожу. И более того, я тут написал блог… От чего? От учебы. От учебы. И от того, что я был покорен людям. Вот. Видите, это 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. Вот у меня перевод, значит, «Радостная весть». Что касается вас, то помазание, которое вы от него получили, живет в вас. И потому нет нужды, чтобы вас кто-нибудь учил. Само его помазание учит вас всему. Оно истинно, и в нем нет лжи. Так живите в нем, как он вас научил». Вот, Вадим, короче, я ухожу из вашей семинарии. Более того, я тут вывесил на блоге в своем. И очень многие семинаристы это уже читают. Открытое письмо, значит, мое к семинаристам. А что, в общем-то, отсюда пора засматривать. Так что, до свидания, Вадим. Ну что ж, вы уже научены многому. Вы знаете, как жить с Богом. Я надеюсь, что Господь все-таки откроет вам пути познания истины со временем. Да, он открыл. Знаете, Вадим, я, кстати, с женой развожусь. Вадим. Да, это ваше право. Вас насиловать не будет в этом случае. Мне терзают смутные сомнения, что вы нашли себе недостойных друзей, которые вас побуждают к таким действиям. Я уверен, что читая Библию, даже самостоятельно, в чем-то какие-то проблемы, изучая свои, что у вас не возникли бы такие глупые мысли. Ой, это вы меня оскорбили, Вадим. Да, на самом деле, это тоже очень показательная ситуация. Подобного в суд. Подобного в суд, да, за оскорбление. Он меня Еху назвал. Вот. Значит, такая вещь. Когда мы с вами читаем Библию и даем, и люди в церквях читают Библию самостоятельно, давайте будем готовы к тому, что к вам будут приходить с самыми разными интерпретациями. То есть, человек приходит и говорит, вот я читал, и вот я пришел к такой-то мысли. Мы ему не можем сказать, так, это неверно, потому что пастор так сказал. Вот я так сказал, и все. Наша задача будет заключаться в том, чтобы с этим человеком говорить. Понятно, что в нашем случае, вот как я говорю, я ухожу, скорее всего, Вадим меня уже удержать не может. Я сказал еще очень важную вещь, что в блоге своем в интернете я написал статью разгромную, да, и вот открытое письмо ко всем студентам, чтобы всем нужно было тоже расходиться. Значит, Вадиму и руководству семинарии нужно будет позаботиться о том, чтобы донести случившееся до всех студентов, объяснить им, в чем правильная интерпретация священного писания, и в чем моя ошибка. Понимаете, какая вещь? В тех церквях и в тех группах, где право интерпретировать священное писание отдается лишь немногим избранным и образованным, подобные проблемы возникают редко. Значит, люди приходят, слушают, что сказал пастор, что сказал служитель, учатся, и все в порядке. В группах, где говорится и в церквях, где говорится о том, что да, каждый человек должен читать и разбирать, изучать и исследовать священное писание, служители, пасторы, учителя должны будут быть готовыми к тому, что к ним подойдут и зададут вопрос. Должны будут готовыми быть, что к ним подойдут и предложат интерпретацию отличную, отличающуюся от той, которая прозвучала, допустим, в проповеди или которая находится в комментариях. А оставляя за людьми право, которое, кстати говоря, стало одним из предметов реформации, самостоятельно читать, изучать, понимать священное писание, мы готовим себя к определенной ответственности. Так что, если вы этой ответственности боитесь, то ради Бога устраивайте свою церковь иерархически, свою доверенную вам церковь иерархически. Истина в последней инстанции у Бога и у вас. Только я боюсь, что с нас за это Бог спросит, каким образом мы наряду с ним решили приписать себе истину в последней инстанции. Если же мы говорим нашим людям, тем людям, которые доверены нам Богу, ребята, изучайте Библию, читайте истолковывайте, то давайте будем готовыми и молиться, и соглашаться, и не соглашаться, и спорить, и аргументировать. И тогда уже поздно будет решать вопросы с позиции власти. Моя интерпретация правильная, потому что я на кафедре. Тогда нужно будет говорить на другом, совершенно другом языке. Вот две вот эти крайности. С одной стороны, христианин, который говорит, я не могу читать, или человек, который говорит, я не могу читать, изучать Библию, я приду, меня научат, я приду, мне объяснят. С другой стороны, человек говорит, я буду читать сам Библию, но я не буду принимать власти. Потому что вопрос в случае нашего второго героя, с которого имел дело Вадим, это скорее вопрос не герменевтики, а вопрос того, умеем ли мы жить с другими людьми, и умеем ли мы принимать власть, которая поставлена Богом. Мы заканчиваем. После перерыва мы будем говорить об истории герменевтики, о том, как люди вообще говоря начали заниматься толкованием Священного Писания, почему это стало важно, и о развитии герменевтики до нашего времени. и сделаем это за полчаса. А сейчас 10 минутный перерыв. У меня есть все. У меня есть все. и я ее указывал, upr, и иди, отражение. Пусть. У меня есть все. Пусть. Пусть. Субтитры сделал DimaTorzok